Юноши и девушки не выпускали из рук гаджеты, а дельфины не только кувыркались, но и пели песни на своем языке. В Анапском дельфинарии в поселке Большой Утриш побывали участники фестиваля «Свежий ветер», который проходит во Всероссийском детском центре смена. Я приехала из Ростовской области, и мы приехали сегодня в дельфинарии. Я так была первый раз, мне очень понравилось, и они просто, как говорили, наши близкие родственники, и это очень классно. Просто море эмоций. В гости к дельфинам начинающие экологи пришли и по случаю Всемирного дня китов, который пришелся как раз на время проведения фестиваля. Мы привезли для того, чтобы показать вживую этих замечательных существ, потому что мы можем, говорит, сотни, тысячи слов собирать огромные залы лекций, проводить конференции, что угодно делать, показывать фильмы, но пока они не увидят вживую этих животных, они не прочувствуют то, ради чего стоит жить, ради чего стоит их защищать. Пришли в гости – это в прямом смысле, потому что дельфины здесь фактически дома. Они живут в природной лагуне с проточной морской водой. Учитывая то, что в естественных условиях подогревать воду возможности нет, то в холодные дни местным жителям полагается усиленное питание. В зиму это преимущественно жирные сорта рыбы, это селедка, красная рыба такая, как горбуша, кита, кижуч, ставрида, некоторые виды масляной рыбы, плюс балластная, как навага, китай, салака, моего. Как отметили участники фестиваля, то, как будут чувствовать себя дельфины, киты и другие морские млекопитающие, во многом зависит от людей того, насколько они будут следить за чистотой морей и океанов.